Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Показал копии некоторых уголовных дел, где четко написано, что в период 1994-2004 годов, в течение 10 лет, ОПГ, возглавляемое Петром Алексеевичем Порошенко, так написано в уголовном деле. Их в Молдавии было около 40, потом их стало 10. Почти перед незадолго до всех событий, связанных с Майданом в Украине, все эти дела против Порошенко объединяются в одно, и оно приостановлено, где написано про грабежи, убийства, рейдерские атаки. Поэтому сегодня, если все эти материалы попадут, а Плохотнюк умеет пользоваться многими, используя некоторые лобби в Соединенных Штатах, компании, как Подеста, которая с ним работала и так далее, для него не проблема сегодня сделать так, чтобы за секунду об этом узнал весь мир. И то, что Плохотнюк, имея батальон девушек разных, которые одни по заданию обрабатывают того или иного посла, другие обрабатывают... С низкой социальной ответственностью. Ну, вы знаете... Пониженной. Ну, пониженной или низкой, они вообще на работе, поэтому тут как бы... На службе. Да, они на службе, и они на службе не совсем по женским вопросам. Я вам скажу, что там такие уже профессиональные разведчицы, там есть люди у него, которые обработали, и благодаря им получил компромат не на одного чиновника, я говорю про чиновников серьезных, не местных, а других. Поэтому сегодня, к сожалению, значит, мы не нашли поддержку в лице избранного президента Дадона. У нас были переговоры, мы вместе протестовали, мы протестовали и лево, и право, избавившись от Филата четко. Это было три года назад. Да, было заявлено всеми, что есть в Молдавии один человек, кроме Филата, который уже был задержан, не избавив Молдову от которого, мы ничего не сможем сделать. Ни внутри страны, ни за ее пределами. Дадон как бы всегда пытался быть полояльнее на этих протестах, его устраивало то, что жестко воевали все, Игорь наблюдал, но в этом его никто не обвинял. Мы ждали от него, что став президентом, когда у него хоть какие-то полномочия все-таки есть, у него лишили возможности назначать генпрокурора, хотя он сам за это голосовал в парламенте, за изменение закона. Он сегодня пожизненно утверждает мандат судей Плохотнюка, судей, которые судят оппозицию. Он сегодня подыгрывает ему абсолютно во всем, и когда даже четко все понимали, что на ближайших парламентских выборах мы наберем не просто большинство, а конституционное большинство, все ждали, что Дадон ни в коем случае не поддержит изменения выборной системы. И у нас останется, так как у нас избирался парламент все годы, значит нет, Дадон инициирует. Почему Дадон инициирует? Потому что рейтинг партии 30-40%, Плохотнюк с 10% не мог даже европейцев и американцев убедить, что это нужно стране. Поэтому ему нужен был Дадон для легализации своего преступного плана. Сегодня Плохотнюк покупает вся и всех. Игорь Дадон стал президентом с кнопкой, то есть нажали на кнопку, приостановили полномочия президента на 10 минут, назначили министра обороны. Совершенно верно. И дальше Плохотнюк захочет стать премьером, сделают то же самое. Сейчас они издеваются над молдавским языком, да, и чтобы не было спекуляций. Кстати, отдельная тема вообще. Но хочу важный момент подчеркнуть. У Игоря Дадона, да, лишили полномочия назначать директора СИБА, ну это молдавская контора. Его сегодня охраняет Плохотнюка охрана. То есть ФСО тоже подчиняется премьеру, молдавское ФСО, да. Даже кухарки и официанты тоже плохотнюковские люди в резиденции Дадона. Но у него никто не мог забрать одно право, это выйти, обратиться к гражданам и сказать, уважаемые соотечественники, мы находимся, страна находится в опасности. Есть олигарх Плохотнюк, который издевается не надо мной, а над всеми гражданами страны. Правый, левый, вне зависимости от взглядов, давайте один протест. И вечером, ну вечера может нет, но на следующий день Плохотнюк уже мог бы быть в кандалах. Понимаете? Ну он же по формальному признаку через Фейсбук обращается, давайте соберемся, давайте проведем сбор подписи. Ну да, то есть он, не шутите с огнем, не шутите с огнем. Значит, на прошлой неделе, значит, молдавский салонник, так называемый, да, это киллер. Известный преступник, наемный убийца. Попытка убийства, пусть черного банкира, но все-таки человека Горбунцова в Лондоне, значит, в Румынии, значит, дает интервью. Он сидит в тюрьме в Румынии. Да, значит, дает интервью, он сидит, находится в румынской тюрьме, где он в деталях рассказывает о том, как их готовили, как у Плохотнюка вообще существует этот синдикат киллеров, да. Значит, все ждали реакцию президента. Тадон выходит в фейсбуке, пишет о том, что, как бы, люди, которые сегодня воюют, и, к сожалению, граждане стали свидетелями этих разборок по телевизору, и, к сожалению, эти люди не имеют ничего общего с экономическим и социальным развитием молодого. То есть лучше бы промолчал, чем делать такое заявление, понимаете. Поэтому сегодня сложно, сегодня тяжело, но есть здоровые силы, и сегодня, вы поймите, сегодня то, что делают они вдвоем, Плохотнюк кричит про любовь к Америке, Дадон про любовь к России, но сегодня, если разобраться, даже взять корни одного и второго, сегодня, вы знаете, где-то в душе, внутри себя, да, и по своим амбициями и так далее, я думаю, что Плохотнюк более пророссийский, чем Дадон. Хотя он кричит, что он прозападный, потому что Дадон три года назад кричал, что таможенный союз – это утопия, там, и так далее, сегодня он, как бы, там, только Россия, и так далее. Поэтому, вы знаете, вообще для меня люди в политике, которые год пророссийский, год проевропейский, а потом некоторые даже умудряются быть почетным, пророссийским, понечетным. Дадон кричит, вот, скандал, Молдаване депортировали пять работников, пять дипломатов из российского посольства Молдавии. Вот это несправедливо, я категорически против. Но за неделю до этого он назначил людей Плохотнюка послами во всех странах мира, только для того, чтобы ему дали возможность назначить своего посла в России, в Белоруссии. Вы знаете, ну, как-то оно не бьется. То есть, он против одного, на самом деле, он это через день утверждает. Поэтому сегодня задача объединить гражданское общество, Плохотнюк боится больше всего протестов, боится народного гнева. Сегодня, вы знаете, если власть зашатается, вот табуретка политическая под Плохотнюком, то таких, как этот киллер Прока, выйдет еще 10 человек. Потому что я сотрудничал с правоохранительными органами разных стран все эти годы. И сегодня, и в России, и в Румынии, и в Италии, я показал документы, что даже Плохотнюк находится под мониторингом Интерпола и выставило его Национальное бюро Интерпола Австрии, где четко написано, что в 2014 году опять Criminal Organization Group, Human Traffic, ну, то есть, торговля людьми, понятно, какими людьми, зачем. Поэтому его история закончена. Но нужно все закончить, все эти баталии искусственные, которые созданы. Плохотнюк охает с утра, Додон охает после обеда. Понимаете, то есть, сегодня уже настолько смешно. И Игорь Додон должен остановиться, потому что сегодня то, что начали делать там некоторые студенты, там уже с проектом, ну, то есть, говорит, у нас, говорит, выход только один уже, ходить по стране, раздавать презервативы с фотографиями Додона и, говорит, почувствуй себя Додоном. Вот так комментируют взаимоотношения Додона и олигарха Плохотнюка. — Леш, когда началась избирательная кампания Додона, появилась надежда на некую нормализацию отношений. Мы с тобой были, наверное, среди тех людей, которые призывали сначала посмотреть, как устроена власть, в принципе, в республике, на что реально может влиять президент, а потом делать скорополитные выводы. Ну, практика показала, что мы, в принципе, оказались правы, потому что ровно-ровно все так и получилось. А есть ли вообще шанс у республики на, условно, перемену власти мирным, демократическим путем? Или, условно, это вот действительно должен быть некий такой масштабный, не дай бог, конечно, потому что очень бы не хотелось бы революционных потрясений? — Ну, мне бы тоже не хотелось, но чем дальше ситуация заходит в тупик, а она заходит в тупик, потому что, по сути, это издевательство над молдавской конституцией. И, кстати, сказать, тогда, когда Дадон по просьбе того же Плохотнюка, и вот Ренат, кстати, в этом участвовал, я имею в виду те протесты полтора года назад, когда на улице было много людей, когда он увел людей с улицы под обещание Плохотнюка сделать прямые президентские выборы, тогда это решение было проведено по той же самой схеме, через конституционный суд, по звонку, какая-то там поправка, но это явно нелегитимно, явно неконституционно. Вот если бы он тогда, будучи, как он себя позиционирует, юристом в том числе, настоял бы, да, или вот группа позиционеров настояла бы на том, чтобы эти изменения, какие-то конституционные изменения прошли необходимым путем, да, через референдум, через утверждение в парламенте, ну, как положено это сделать, да, это заняло больше времени, но это было, понимаешь, но ему так хотелось быстро впрыгнуть в этот стул президентский, что он на все согласился, и уже тогда, конституция уже была нарушена, понимаешь, вот уже, а что же мы удивляемся, что она и еще раз нарушена, и еще раз нарушена, и язык уже отменен, завтра молдаван отменят вообще, понимаешь. Совершенно верно. И все проснутся, я не знаю кем. В прямом смысле. Ну как, ну как, ну естественно, ну как, почему? Скажу всем, что вы больше не молдаванец, вы теперь румын. Они говорят, ну ты же понимаешь, два родственных языка, и не столь принципиально важно, говорят они, как он будет называться, молдавский или румынский, они обидны для национального сознания? Конечно, обидно, послушайте, сегодня... Пускай румын разговаривает на молдавском, а не наоборот. Сегодня 70% граждан Молдовы считают твердо, что они говорят на молдавском языке. Я сам родился в молдавской семье, у меня родители молдаване. Да, я учился в русской школе, у нас в деревне молдавской не было. Но вы знаете, для меня важнее то, что я получил с молоком матери, и то, что, когда я, наверное, начал что-то понимать, будучи младенцем, что вот я молдаванин, родился я в Молдове, родители молдаване, говорю я на молдавском языке. Для меня важнее то, что я получил это от своих корней, чем молдавская академия наук, которая была и зеленого цвета, и голубого, и так далее. Сегодня, в 2014 году, когда я пришел в политику, я сказал, что уничтожение Молдовы начнется, и буду стараться его завершить в 2018 году. То есть у нас это все на следующий год. Я когда говорил о том, что Басевску придет в политику, значит, и румынские аналитики, и молдавские говорили, нет, придет в молдавскую политику. А в Молдавскую? Да, в Молдавскую, в Басевску. Приедет в Молдавию. Даже не было тогда ни гражданина Молдовы, потому что это был четкий план, черновик которого я, к счастью, получил в конце 2013 года, где расписан план уничтожения страны. То есть это было, сподвигло тебя в политику пойти? Да, конечно, я в 10 лет жился спокойно в Москве, в Молдавию прилетал, я люблю Молдову, общаюсь здесь, диаспоры, но когда хотят уничтожить страну, когда пытаются сделать из молдаван стадо баранов, что вот вас нет, да, и самое главное, им говорят еще по-другому. Причем говорят на самом высоком уровне политбюро, ребят, забудьте про то, что Молдова станет членом ЕС. Значит, Молдова может стать только через присоединение к Румынии, когда в 2014 году я сказал, что будут красть сотни миллионов долларов из Молдовы. Украдут все для того, так как Молдову оценивали на тот момент 6,5-7 миллиардов долларов, внешний долг тогда был порядка 4, я говорю, вот будут 6,5, они уже сегодня есть, кстати. Вот за эти несколько лет. Почему они сегодня уничтожают меня? И мне нравилась моя жесткая позиция, в 2014 году нас незаконно сняли из выборов, и я Дадону подыграл в прошлом году, то, что Дадон человек Плохотнюка, для меня не было новостью, я об этом говорил и публично. Но, я говорю, Игорь, я говорю, ты идешь, Ренат, 2-3 месяца мы после выборов его сносим. Что получается? Плохотнюк первый раз снимает меня с парламентских выборов, хотя мы были лидерами гонки. В прошлом году, когда во всех соцопросах, и российских, и американских, и европейских, каких угодно, было четко написано, что как кандидат президента был на первом месте в стране, с вероятностью выигрыша в первом туре 99%. Что делает Плохотнюк, чтобы спасти, ну, расчистить дорогу Дадону? Он просто меняет минимальный возраст президента с 35 на 40, тем самым не дав мне возможности участвовать в выборах. И опять же, я не претендую ни на президентское кресло, ни на примерское. Мне жалко этих сотен тысяч людей, которые находятся сегодня в России, те, которые находятся в странах Евросоюза. Потому что все, что делает сегодня Плохотнюк, и Дадон ему, к сожалению, подыгрывает, чтобы все молдаване уехали на заработки. Что вот полтора, два миллиона человек, которые остались сегодня в стране, чтобы они уехали на заработки, чтобы вместо миллиарда долларов в страну приходили через посылки, через Вестерньюнин и там другие банковские переводы, приходил еще миллиард долларов вместо того, который есть сегодня, полтора. Все превращается, весь кэш выводится за границу, закрываются детские сады, закрываются школы, пропаганда на телеканалах во всех странах тем или иным образом. Чаще всего, большая часть телеканала поддерживает действующую власть. Но то, что сегодня мы видим на молдавских телеканалах, вы понимаете, это просто абсурд. Они сажают людей пачками в тюрьму, обвиняют во всем, что угодно, в Донецке, Луганске, российских ОПГ, держат их, через пару месяцев отпускают, и вот этот поток тысячи обысков и арестов. Вот сейчас посмотрел, пришла, дали мне ленк, на новость, сегодня молдавская полиция проводит 170 обысков по стране, конфисковали там пару килограмм, по несколько килограмм разных видов наркотических веществ, но они вытаивают главное. Они не говорят людям о том, что вот там в Молдове есть некий Борман, которого Плохотнюк через полицейских и прокуроров контролирует, это человек, который из стран Евросоюза в Россию умудрился перевезти тонны наркотических веществ, то есть Молдова, сегодня я говорю со всей ответственностью, является транзитной площадкой, то есть все наркотики, в том числе тяжелые, мы не говорим про то, что выращивают молдави. С яблоками, вот с этими грузами. Да, совершенно верно, то есть они поступают через маршрутки, через такси, ну автобусы, которые возят продукты детям мигрантов, ну в Молдавии и так далее, они передаются из Испании, Португалии, в Молдавию. А что, их не сильно досматривают, что ли? Ну, вы понимаете, ну когда идут тысячи в день. А потом из Молдавии, это же через Украину по-любому, через территорию транспорта. Нет, в Молдавию они попадают без Украины, а сюда через фрукты и овощи. Российские спецслужбы задерживают... Так все равно же через Украину? Нет, ну на Украине у него все в порядке, там есть Петя Порошенко, такой же, как и он, понимаете? Поэтому эти наркотики, российские спецслужбы задерживают группировку не так давно. Значит, как раз работающие на Бормана, ну соответственно на полицейских и на того же Плохотнюка, да? Потому что в маленькой стране там всем все известно, понимаете? И Молдаване испугались, они задерживают этого Бормана, которого они освобождали уже за убийство несколько лет назад и за другие преступления. Сажают его в тюрьму, сажают его, причем берут его в супермаркете. Вот люди ходят с тележками по магазинам, залетают люди в касках с автоматами, его могли взять перед магазином. Не обязательно создавать проблемы людям с тележками. Что это было? Некоторые радуются, вот Плохотнюк начал бороться с наркотиками, это вранье. Они задержали Бормана, потому что на Бормана должен был через какое-то количество дней выйти международный мандат на арест со стороны европейцев и русских. И если Борман попал бы в руки европейских спецслужб или русских, естественно он бы сдал бы всех своих начальников, кураторов и так далее. Поэтому Плохотнюк так же, как поступил с Ионом Друцей и другими криминальными авторитетами, он их сажает у себя, дает им по 15-20 лет, они ходят с телефонами. Там такие Пабло Эскобарчики, понимаете? То есть, чтобы вы понимали, у них футболы, бассейны, они сидят в камерах, пользуются не телефонами. Телефонами, скажем так, в разных странах мира пользуются, где-то больше, где-то меньше. Значит, они там сидят со стационарными компьютерами, айпэдами. Да, правда, Плохотнюк провел во все тюрьмы только своих, нет, только свои телеканалы. Его телеканалы показывают, там не показывают телеканалы, где говорят плохо про Плохотнюка. И когда сегодня, чтобы вы понимали, там могут все, и когда человек, который, представьте себе, он позиционирует себя, как координатор правящей коалиции, главный решальщик в стране, он сошел с ума настолько, что месяца 3-4 назад, значит, я предотвратил, у меня была информация от зарубежных спецслужб, я сделал публично, значит, он одного из своих вот этих руководителей синдиката киллеров, он даже начал делать своих воров в законе для того, чтобы иметь полный контроль над тюрьмами и так далее. Вот это реалии, в которых мы живем. Слушайте, вообще это какая-то удивительная фантасмагория, да-да-да, какая-то антиутопия, да, вот какая-то такая вот книга, фантазия, то, чего не может быть. Правильно, потому что сегодня все, кто есть сегодня в МВД, в прокуратуре, посмотрите на министра, начальника полиции, вот все, которые были уволены за коррупцию, те люди, которые расстреливали при задержании разных людей, да, они расстреливали бандитов при задержании, на что общество, может быть, как-то закроет глаза, да, потому что обществу не нужны там всякие грабители, там, убийцы и так далее. Но они иногда могли еще зацепить парочку человек прицепом, понимаете, вот это люди, которые руководят, то есть писали, увольняли их, увольняли их, разоблачали. Все сегодня, значит, приходят к нему на службу, потому что сегодня есть нормальные молодые полицейские прокуроры, вот когда мне задают вопрос, вот откуда, там, документы мне скидываются, прокуроры, нет, меня обвиняют, что я покупаю этих людей. Это есть молодые ребята, которые в шоке от того, что происходит, которые, чтобы вы понимали, вот в Молдавии есть всего лишь одно высшее учебное заведение, где готовят судьи, да, будущих. Они, то есть студенты, которые там, ну, будущие судьи, так называемые, они сегодня получат от Плохотнюка стипендию 8 тысяч лет в месяц, это больше зарплаты прокурора, чтобы вы понимали. Студент, то есть тот, который будет судьей через 3 года, через 4, 8 тысяч лет, это 400 евро в месяц. Это стипендия, то есть они уже ручные, не став судьями, вы понимаете, что происходит? Поэтому сегодня, когда иногда читаешь заключение, вот то, что они пишут в судах, понимаете, то есть юристы, адвокаты, они просто, ну, теряют дар речи. И это у нас сегодня, самое страшное, важную мысль хочу, если Плохотнюк почувствует, что объединяется вся оппозиция, независимость от взглядов, и ему Кирдык, в этом случае у него готов, и сегодня то, что мы видим во всех СМИ, развязать вооруженный конфликт в Приднестровье, чрезвычайное положение, для того, что, потому что, вы поймите, сегодня имеют... Украины, да, Порошенко и с одной стороны, Плохотнюк с другой, и если, не дай бог, что-то идет не так, причем и у одного, и у второго, потому что у Пети Порошенко сегодня есть подарок Мишико, да, который тихонечко, американцы Авакову говорят, не дай бог тронете Мишу, если бы американцы не крышевали это возвращение Саакашвили, то Аваков и там 300 алкоголиков уложили бы Саакашвили, значит, прямо при въезде в Украину, им не дают, понимаете, есть Плохотнюк в Молдавии такой же, они партнеры, вы понимаете, человек, который понимает, что сядет пожизненно, если потерять власть, его сегодня... И не свою тюрьму. Ну, это в лучшем случае, это в лучшем случае, это в лучшем случае, понимаешь? Да, хотя, вы знаете, в молдавской тюрьме я создам все условия, я не буду его держать, хотя меня как-то обвиняли в том, что это неправильно, вот он должен сидеть плохо, как сидят люди, я ему создам все условия в молдавской тюрьме, у него будет самый большой в мире телевизор, просто есть проблема, что он сядет туда вместе со своей свитой, и я просто возьму сварочный аппарат, заварю эту дверь так, чтобы они-то оттуда уже никогда не вышли, на всякий случай, понимаете? Леш, электоральные перспективы оппозиции, это ведь самый, пожалуй, интересный вопрос в этой связи, потому что мне доводилось считать, что, ну, все, что возможно с оппозиционной точки зрения, саккумулировал вокруг себя дадон перед выборами. Ну, не совсем так. Я готов с этим условно согласиться, но последние полгода ведь тоже не сильно задались, и разочарование части избирателей ведь налицо. А с этой точки зрения, а с кого они тогда будут голосовать? Будут ли они вообще участвовать в политической жизни? Или будут просто стоять и наблюдать за всем этим? Мы же тоже знаем такие примеры. Я вообще не думаю, что кто-то сегодня в Молдавии может обеспечить честные выборы. Будь то Плохотнюк, понятно, ему это ни к чему, он привык, так сказать, режиссировать свою жизнь, в том числе и жизнь всей страны. И дадон тоже не способен. Мы видим, что за это время, за почти год, как он президент, он показал свою неспособность настоять, хотя бы настоять на каком-то принципиальном вопросе. И в этом смысле я боюсь, что в Молдавии все дело идет к бунту. Другое дело, каков он будет, да, будет это организованный протест объединенной оппозиции, когда все выйдут на улицы, независимо от политических взглядов, выйдут и скажут, все, доста, невозможно так жить, мы не хотим так жить. Либо это будет бунт кровавый и беспощадный, потому что людей довели уже, ну, что называется, до края. И вот этот предохранитель, роль которого сегодня играет президент Дадон между Плохотнюком и народом, этот предохранитель уже практически сгорел. Вот еще чуть-чуть, и он перегорит. Оппозиция сегодня в Молдавии, мы показывали, что мы можем вместе протестовать. Да, Плохотнюк дел все для того, что вот как вы протестуете, вот один про российский, другие про европейский, третий про румынский. Понимаете, был общий враг, люди выходили. И конфликтов между ними я не особо видел, не в палаточных этих городках и так далее. Просто у Игоря Дадона задача деморализовать оппозицию. Сегодня то, что он делает, вот он, все самые грязные схемы, в которых он участвовал, голосуя с Плохотнюком в том же парламенте, через, ну, имея свою партию социалистов. После этого что происходит? Через три дня он прилетает в Москву, фотографируется с президентом России, чтобы как-то сбить все то, что сделано. И можете заметить, все самые такие подлые моменты его сотрудничества с Плохотнюком были всегда за несколько дней до его визита в Россию, чтобы люди как-то увидят, чего он пытается добиться. Ага, ну вот, если он встречается с Путиным, если вот он с ним говорит, ну, значит, все-таки... Есть шанс. Может, какой-то план, может, какая-то... А может, это секретный план, может, это согласованно. А Додон и секретный план, мне достаточно было одного урока, когда я для себя его, именно как бойца, да, вычеркнул, когда была ситуация, мы встречались вместе с этим самым Плохотнюком, когда я ей Додону... Это еще, там, полтора-два года назад. Да, никакие полтора. Ну, да, год я уже в Москве, значит, чуть больше года, то есть, это... Я говорю, Игорь, Плохотнюку ставим одно условие, досрочные выборы парламентские. Потому что все опросы показывали. В нашей партии был рейтинг 35-40, у социалистов 20-25, мы имели конституционное большинство. Все, я согласен. Мы встречаемся с Плохотнюком, и когда я сказал Плохотнюку за первые три минуты, все, что я думаю о нем, его окружении, о том, что нам нужны сросли парламентские выборы, когда начал говорить Игорь Додон, и когда начал он там, Дом, ну, Влад, вот вы меня просите, вы там поймите. Дом, ну, Влад, ну, господин Влад, вот я хочу, чтобы вы поняли. И когда он начал жаловаться на меня, Плохотнюку, в моем присутствии, говорить, господин Влад, ну, вот вы видите, усатый слишком жесткий, с ним невозможно работать, поэтому нам нужно подумать и обсудить, есть смысл с ним сотрудничать или нет. Понимаете, то есть, пока у меня сердце болит от чего? И люди, понимаете, то есть, да, есть президенты разных стран. Президент Германии тоже ничего не решает. Но когда Додон стал президентом, заехал в Кондрицу, ну, резиденция президента, первое фото президента, он выходит в халате с надписью президент, понимаете, позирует. Ну, мне плакать хочется от таких фотосессий, потому что как-то на модель он точно не тянет, понимаете, ни сверху смотреть на него, ни сбоку, то есть, и вот этим он себя ограничивает. Ему нравится ездить на саммите, ему нравится говорить с президентом России, с Лукашенко. Он вот самый православный, а сейчас там так благодарил Папу Римского всю прошлую неделю, я думаю, точно сейчас, я думаю, появится католический собор какой-нибудь, понимаете. То есть, он может быть кем угодно, понимаете. То есть, он ползает на карачках, говоря о том, что он православный. Вы знаете, мы все ходим в церковь, молдаване вообще во всех опросах показывают, что больше всего люди доверяют церкви. Очень религиозные люди ходят. Я всегда, в большинстве случаев, в 99% случаев хожу в церковь, желательно, чтобы там вообще никого не было, кроме батюшки. Я не могу стоять перед видеокамерой, а Игорь может и упасть на колени, и три раза отжаться, и опять упасть. Может перецеловать все иконы по три раза, понимаете. А потом может просто передумать, понимаете. Поэтому имеем то, что имеем, люди должны объединиться. Мы вынудим Додона. Как пойдет? Так дело действительно, это самое главное. Алексей, сегодня правильно было сказано, что есть контролируемый плохотником ЦИК и так далее. Сегодня, к сожалению, Игорь Додон согласился взять часть людей и плохотников в свои списки. Это как гарант того, что если Додон слишком много наберет, значит, часть людей там будет плохотников. Там теперь смешанная система. Нет, и в списке партийных, и одновременно. Если список, можно идти, в принципе, свободно на выборы, никто ничем не рискует. Конечно, потому что Додон это доказал Гагаузи. Вот про российский регион, да, но на референдуме они там 98-99% за таможенный союз. Были выборы в народное собрание Гагаузи, местный парламент. От Плохотнюка прошел один-единственный человек. Более 30-ти у них, да, получается, депутаты местных. И он стал председателем народного собрания. Один. То есть люди, которых проводил Додон, с которыми фотографировался Додон, с которыми фотографировалась гречанная, председатель партии социалистов, они все ушли к Плохотнюку. Люди Додона Плохотнюки назначают на должность руководителя Кишинов Газ, молдовский Газ, дочка Газпрома, понимаете? Когда ему дают, там кого-то назначат, там что-то заработают. То есть сегодня у них уже открытый бизнес. Додон кричит, что он главный мост по бизнесу между Плохотнюком и Россией. Но это плохо закончится. Поэтому оппозиция объединится. Мы выйдем на протест. Я готовлюсь возвращаться в Молдавию, понимая, что даже вероятность того, что могу быть физически уничтожен в молдавской тюрьме, меня не останавливает. Потому что я вижу эти тысячи сообщений, которые получают людей, люди хотят видеть меня на этих протестах. Сегодня и правый, и левый, они все против Додона. Вот если Игорь Додон еще перестанет врать, а я вам скажу, чего ждет Додон. Как только зашатается первая дверь у офиса Плохотнюка, Додон перейдет на сторону народа. Будет кричать, что он добивался, что он был на задании. Да пусть будет хоть так. У меня сегодня Додон не является, да даже политическим оппонентом не является, чтобы все правильно понимали. Мне важно сегодня, чтобы он перестал быть политическим партнером. Вчера с The Economist написали статью большую. Всю статью пишут плохо про Плохотнюка. Раньше, если даже на Западе писали Додон пророссийский, то Плохотнюк проевропейский, вот наш такой, ну какой он есть. Сейчас они написали уже, раньше, потом они писали, что Додон и Плохотнюк это опасный тандем. Вчера они уже написали, что это опасный картель Додона Плохотнюка для Молдова. Поэтому надо как-то приводить чувство, если Игорь Николаевич верующий человек, будем брызгать его святой водой каждое воскресенье, готов взять на себя организацию этого процесса. Как-то нужно снимать с него все эти порчи. Главное, Ренат, чтобы ничего страшного не произошло, потому что это прогноз, чтобы не было крови. Вы поймите, для него кровь не проблема. Это человек, который был всю жизнь в крови, я про Плохотнюка, и сегодня для него, что начнут гибнуть люди в Приднестровье, для него, если он будет единственный выход для него, это ввести чрезвычайное положение из-за конфликта. Я опубликовал документы два года назад, когда поднял, начался... Слушай, а чрезвычайное положение, разве не президент главнокомандующий? А его на это во время военного... Или тоже поменяют? Послушайте, либо его отключат опять на 10 минут, либо Додон выйдет. Нет, там в Конституции написано только во время войны. А, послушайте. А чрезвычайное положение – это не война. Послушайте, я опубликовал документы, подчеркиваю, когда начали перевозить всю тяжелую технику. В Молдавии осталось мало, но она есть. Когда ее начали устанавливать на полигоне в Бульбаке, я сначала не понимал, почему Бульбак? Они, это вот военные учения, говорю, какие военные учения, там если жандарахнет. А оказывается, они устанавливали их в тех местах, где свободно накрывают аэропорти Располя. Понимаете? Поэтому сегодня не надо искать логику, не надо искать человеколюбие, когда Плохотнюк понимает. То есть, вы знаете, он не хочет в тюрьму пожизненно. Он не хочет, чтобы его лишили всего, чтобы лишили всех активов ближайшего окружения, понимаете, которое его подпиливает сегодня. Поэтому он точно думать не будет. И вот это мы не должны допустить ни в коем случае. Потому что он сам запустит. У него схемы всегда примитивные. Я вам скажу, как оно будет. Заедут 100 человек ночью на другой берег Днестра. Оттуда будет две очереди, якобы по Кишиневу. Через час выйдет министр внутренних дел, министр обороны и скажет, что вот приднестровские сепаратисты открыли огонь по Молдавскому КПП ближайшим деревням и убили там 3 коров и погибло 10 пенсионеров. Значит, они встают на защиту. Есть Петя Порошенко, который с той стороны. Ведь они делают сегодня блокаду Приднестровья. Им сегодня важно, чтобы русские не могли завести ни один аккумулятор для КамАЗов, который там есть образно. Сегодня Додон говорит о диалоге с Красносельским, президентом Приднестровья. Но Красносельский уже устал от враня. Додон говорит открыто. Послушайте, нет у нас поддержки в Молдавии. Вот эти все наигранные Додон прилетают в Москву. Я с Приднестровьем добился того. Я добился. Все это вранье. Но нельзя допускать. Мы лучше нужно собрать 10-20 тысяч человек и лучше закутать Плохотюка в ковер и технично вывезти его куда-нибудь в ближайший СИЗО Кишинева, чтобы, не дай богу, не дал эту команду на открытый уже вооруженный конфликт. Вот это главная задача. Друзья, спасибо, к сожалению, время истекло. Да, печальная, конечно, действительность, но будем надеяться на лучшее. Напоминаю, что сегодня в гостях у спутника был молдавский политик Ренат Усатый, политолог Алексей Мартынов. Беседовали мы, понятно, о политической ситуации в Кишиневе. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok